Еда составляет неотъемлемую часть нашей жизни. Кто откажется от вкусного деликатеса или сладкого десерта? А если вы в кафе, так официанты и вовсе, как назло, будут вам предлагать вкусное пирожное или чашечку кофе. Но что если я скажу, что это лишь навредит вам? Оставим в стороне вопрос о здоровой пище и поговорим о том, что ни в коем случае нельзя делать сразу после еды. Но перед этим, ребят, я много времени трачу на поиск информации для своих роликов. Иногда это очень сложно, но теперь с этим мне помогает приложение «Умный поиск». Оно доступно для Android и iOS. С его помощью вы одним запросом будете быстро находить информацию во всех поисковиках. Google, Яндекс, Википедия и даже видео на YouTube. Smart Search легкий и быстрый браузер, плюс он блокирует всю рекламу на сайтах. Я лично предпочел его всем другим. А в версии на Android есть возможность скачивать видео с YouTube для просмотра без интернета. В приложении есть сканер QR-кодов и куча удобных виджетов. Этот браузер уже скачали более миллиона раз и средняя оценка 4,6 звезд. Отличная альтернатива Safari и Chrome, рекомендую. Ссылка в описании. А теперь ролик. Курить медики не рекомендуют вообще, но раз вы уже не можете избавиться от этой пагубной привычки, то хотя бы не делайте это после еды. Курение уменьшает количество кислородов в крови, что приводит к спазму кровеносных сосудов. Таким образом нарушается работа пищеварительного тракта, что влечет за собой сбои во всем организме. Именно курение после еды чаще вызывает боли в брюшной полости, а не пища, как думают некоторые. После еды так и хочется вздремнуть, но делать этого не стоит. Во-первых, сон будет тревожным, так как в это время ваш желудок будет интенсивно работать. Во-вторых, ученые провели исследование, в ходе которого выяснилось, что люди, которые не ложились спать после еды, имели меньший риск возникновения инсульта. Еще одно нельзя после еды, это горячий душ. Вообще лучше всего принимать его как минимум через час после еды, так как он усиливает кровоток к рукам и ногам. При этом приток крови к желудку уменьшается, пищеварение замедляется и появляются боли в желудке. Вы удивитесь, но воду не рекомендуется пить во время и после еды. А все потому, что она растворяет желудочный сок и покидая желудок раньше, чем пища, уносит с собой ферменты, необходимые для ее пищеварения. В идеале пейте воду за 40 минут до еды, конечно же это относится и к чаю. Фрукты, съеденные после основного приема пищи, соприкасаются с ней и начинают бродить и закисать. Это нарушает пищеварение. Диетологи рекомендуют есть фрукты за один час до еды и через два часа после. Но есть и второй вариант, это питаться только фруктами. Спортом, положа руку на сердце, после еды и так заниматься не тянет. А вот легенда о пользе прогулок после еды в народе прижилась. Считается, что так вы помогаете организму лучше усваивать пищу. На самом же деле даже легкий прогулочный шаг не будет полезен. Так вы лишь добьетесь несварения желудка. Гулять нужно не раньше, чем через полчаса после приема пищи. После еды нельзя есть или пить холодные продукты, например мороженое. Для правильного пищеварения пищи в первый час после еды организму нужны энергия и тепло. Нахождение на холоде тоже приведет к неприятным последствиям. Если вы вынуждены быть на холоде, то примите несколько глотков теплой воды. Не ешьте затянутым ремнем, а если так получилось, то тогда не расслабляйте его. Если это сделать, то непереваренная еда комом опустится вниз, заблокировав процесс пищеварения. В ряде случаев возможно скручивание кишечника. Оно вам надо? Ну и наконец, факт, ломающий бизнес всех ресторанов мира. После еды нельзя танцевать. А в ресторанах люди именно так и делают, особенно на свадьбах. Еда будет очень плохо перевариваться, постоянно двигаться в желудке и несварение на следующий день гарантированно. Но не стоит оно того. Ставь лайк, если отныне ты будешь правильно питаться. На этом все. Субтитры сделал DimaTorzok